Привет! В этом видео я расскажу о новых возможностях CanHacker 3.0. Наконец-то можно работать в двухканальном режиме, в режиме CanFiltra. Для эксперимента я взял замок зажигания от Мерседеса старенького и панель же от него. 211 кузов всем известный. Суть эксперимента будет заключаться в том, что мы сделаем так, что пробег в замке зажигания будет больше, чем в панели приборов, и панель приборов не сможет этот пробег из замка прочитать и сделать пробег больше, чем 280 509 километров, которые мы сейчас на панели приборов видим. Также параллельно к CanHacker я подключил еще один CanHacker для наглядности демонстрации. Первый CanHacker включен в разрыв Can-шины между панелью и замком на скорости 83-3 килобит в секунду, а второй CanHacker подключен непосредственно к замку зажигания на той же самой скорости. Что касается программного обеспечения. Все очень просто. У нас остался бомбер, который и был. Вот он. Пожалуйста. Два окна приема. Первый канал – это информация с замка будет, а второе – второе окно приема с панели приборов. Ставим галку RX Enable, выбираем компорт, у меня 11-й, скорость 83,3 килобит в секунду. И сразу видим информацию с доски приборов. Замок зажигания сейчас не видит панель приборов, поэтому здесь информации нет. Для того, чтобы замок увидел панель приборов, нам нужно включить передачу пакетов из канала 1 из замка в панель, из канала 2 из панели в замок зажигания. Нажимаем кнопки соответствующие. У нас замок просыпается. И мы видим передаваемую информацию. А теперь, что касается пробега. Посмотрим канхакерам на принимаемый лог. Я здесь уже все подписал. Мы видим два пакета среди прочих. ID 058 – это информация передаваемая из замка зажигания. И ID 09E – это информация передаваемая из доски приборов. Как видим, данные здесь одинаковые. Первые 4 байта – это серийные номера компонентов. То есть они должны быть одинаковые. Если они разные, то доска с замком не будет связываться. А 2C05E8 – это как раз-таки пробег. 280 509 километров, умноженный на 10. Проверим эти данные. Возьмем калькулятор. И забьем сюда 2C05E8. Переводим в десятичную систему. Увидим 288, 509 и 6. Но это результат умножения на 10. То есть пробег у нас соответствует. Теперь, что мы будем делать. Мы должны сделать так, чтобы информация из замка не попадала в панель приборов. Для этого мы произведем следующие настройки. Заходим на вкладку «Фильтр». Вот она у нас. И настроим фильтры таким образом, чтобы в системе проходили пакеты только с информацией о пробеге. Канал первый – это у нас замок зажигания. Соответственно, точнее, это у нас индекс фильтров. Всего их 28. Выбираем фильтр первый. Задаем ID. Здесь я уже работал 058. Нажимаем «Accept». И выбираем фильтр второй. 0,9E. Маска 7FF означает, что мы смотрим только вот этот ID указанный. Нажимаем «Accept». Очищаем окно приема. И видим пакеты только с выбранными ID. 0,9E и 0,58. В первом канале 0,58 идут данные замка. А по второму каналу ID 0,9E информация о пробеге из панели приборов. Теперь будем блокировать информацию, которая идет у нас из канала 1 в канал 2 с выбранным ID. Заходим на вкладку «Gateway». Выбираем «Channel 1». ID, который будем блокировать 0,58. Нажимаем «Log». У нас появляется информация, что по первому каналу залочено прохождение пакета с ID 0,58. И сразу сделаем так, чтобы по второму каналу из панели приборов не попадала информация о пробеге в замок зажигания. Это нам нужно для того, чтобы спокойно увеличить пробег в замке. ID9E. Нажимаем «Log». Теперь посмотрим в окно «Conhacker». «Conhacker» подключен сейчас к замку зажигания. И обратим внимание на информацию, которая у нас здесь передается. Информация не передается никакая, потому что замок перестал видеть панель и заснул. Мы его разбудим. Очистим окно приема. Так, у нас тут отряска небольшая. Очистим окно приема. Так. И попробуем замок разбудить следующим образом. Мы попробуем туда записать пробег больше, чем в доске приборов. Поставим галочку «Data Counter». Но флажки по инкременту данных ставить не будем, чтобы у нас пакет передавался неизменно. Зададимся ID доски приборов 0, 9, E. То есть мы будем замку говорить, что мы доска приборов, и пробег у нас больше, чем есть на самом деле. Тело пакета 81, D, D9, B, 3, 2, C, C, 5, E, 8. Длина пакета 7 байт. Это очень важно. Период поставим 1000 миллисекунд. И сейчас мы будем от имени доски приборов передавать информацию в замок. перейдем на CanHacker. Сейчас я за кадром нажимаю «Go». И замок у нас проснулся. Теперь посмотрим, какие данные он передает. Вот данные замка 2C05E8. Это та же информация, которую мы передаем в замок. Теперь изменим пробег на больший. Пускай второй байт пробега будет не 0,5, а 0,6. 0,6. Смотрим. И в замке зажигания пробег изменился на 2C06E8. У нас был пробег 288 509 километров. Мы пересчитали его, какой у нас получился. 2C06EB. Получается 280 535. 535. Побольше уже стал пробег. Но на панели приборов он не изменился, потому что панель приборов не видит информацию из замка зажигания. Остановим передачу. И теперь для чистоты эксперимента зайдем на вкладку Gateway и сделаем так, что пробег в панели приборов станет больше после того, как она увидит пробег в замке зажигания. Для этого нам надо разблокировать передачу информации из канала 1 в канал 2. Сейчас я за кадром нажму кнопку Unlock и пробег изменится. Камеру я переведу на панель приборов. Итак, я нажимаю Unlock. первый канал разблокирован. И пробег у нас через некоторое время меняется на больший. Было 509 километров, стало 535 километров. Вот так достаточно просто с помощью канхакера можно включаться в разрыв каншины, менять какие-то данные, блокировать прохождение данных и ставить очень потрясающие интересные эксперименты для создания в дальнейшем своих устройств каких-то, какие вы хотите создавать. Мы также тестировали режим Gateway для блокирования прохождения ВИН-номера, когда в автомобилях Volkswagen активируется защита компонентов. Об этом мы снимем видео в дальнейшем. На этом все. Покупайте канхакер. Счастья вам и удачи!